На стадионе имени Ленина началась реконструкция восточной трибуны. Почти 7 лет любимая часть арены болельщиков была закрыта для них из-за некачественных работ по установке навеса. Когда фанаты вновь смогут занять уже забытые места, сегодня выясняла Екатерина Груздева. Сюда болтай еще свежий. Да, у тебя нижняя. Болты долой и многотонная балка горе-навеса. Так его прозвали болельщики медленно, не оправдав надежды, покидает стадион. Так поступят со всей конструкцией. Спешки нет. Поговорка «ломать, не строить» на этом объекте имеет обратную силу. Рабочий к демонтажу относится трепетнее, чем предыдущие подрядчики к возведению. Биверная работа, требующая внимания. Опытные люди, так и лажники, так же и резчики, и высотные монтажники в первую очередь должны работать. Эталоконструкции были смонтированы таким не очень, скажем так, качественным образом. Да, сложности возникают, но мы все решаем. Некачественный монтаж стал не единственной проблемой навеса. Ряд экспертиз выявили ошибки и в проектировании. Гарантировать безопасную эксплуатацию объекта было нельзя. Болельщики остались без любимой трибуны почти на 7 лет. 2017 год вписан жирным шрифтом в историю в СК Хабаровск. Команда вошла в элиту отечественного футбола, российскую премьер-лигу, триумф армейцев и потребовал изменений на стадионе, который должен был строго соответствовать критериям РФПЛ. В итоге дебют оказался неудачным, как и модернизация. Спор с требованием устранить недостатки в итоге решался в суде. Руководство СК Хабаровск отстояло интересы клуба и поклонников футбола. Однако подрядчик признан банкротом, а значит нынешний ремонт за счет армейцев. Но печальное прошлое не стало помехой для оптимистичного взгляда в будущее. Мы первоначально хотим открыть восточную трибуну, потом увеличить площадь, построить детскую комнату, построить футраки, сделать еще дополнительные вип-ложи, поставить там сцену. Пока же армейцы надеются радовать болельщиков победами. Ближайшие домашние матчи 20 и 24 апреля, а также 5 мая СК Хабаровск, несмотря на работы, проведет на родном стадионе. Екатерина Груздева, Роман Матвеев, Вести, Хабаровск.